Озеро Дикой Утки удалось отстоять. Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура подала исковое заявление на владельца водоема. Московским районным судом принято решение запретить собственнику земельного участка засыпать этот участок отходами производства и потребления, проводить работы по его осушению до разработки проекта мелиорации земель. Запрещено проводить работы, связанные с изменением существующего природного ландшафта и также проводить работы, которые связаны с изменением дна и берегов водного объекта до оформления решения на право пользования поверхностным водным объектом. Озеро Дикой Утки внесли в реестр водных объектов, притом именно под этим названием. Теперь работы проводить там запрещено. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Однако нужно отметить, что за неисполнение решения грозит как административная, так и уголовная ответственность. Будет, соответственно, затребован исполнительный лист в суде прокуратурой, будет направлен в службу судебных приставов исполнителей и в службу судебных приставов будет возбуждено исполнительное производство, если в добровольном порядке не будет исполнено решение суда и, соответственно, будут приняты меры. Если будет выявлено злостное неисполнение решения суда, то предусмотрена уже за это уголовная ответственность. Решение суда касается именно будущего озера. Поэтому о том, будет ли убран весь свезенный ранее мусор, не упоминается. Напомним, в начале 2019 года появилась информация, что озеро Дикой Утки засыпают землей, а также твердыми бытовыми отходами. 31 января была инициирована проверка Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры вместе с другими городскими ведомствами. Местный охранник рассказал, что на этом месте планируется строительство нового завода. Он добавил, что озеро уже давно отравлено стоечными водами и защищать его бессмысленно. В мае о судьбе Дикой Утки задали вопрос президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Он сообщил, что обратит внимание на эту проблему. Спустя некоторое время губернатор Рязанской области сообщил, что работы на озере должны быть приостановлены. Однако, по словам очевидцев, они продолжались. Дикая Утка стала местом гнездования многих красноктижных птиц, а несколько лет назад сюда прилетали белые лебеди. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».